Всем привет! Меня зовут Юля, я рада вас видеть на своем канале. В этом видео хочу показать свой заказ товарами для маловарения и для создания косметики ручной работы. Отвечу на часто задаваемый вопрос, где же я все приобретаю. Заказ я делала в интернет-магазине Zulfiya, там просто огромный ассортимент. Я уверена, что каждый из вас найдет то, что ему нужно. Смотрите, сколько я всего заказала. Это видео будет очень интересным. Я буду рассказывать о каждом продукте и его свойствах. Начать я хочу, конечно же, с основы, куда же без нее. В основном я использую только английскую основу, потому что она отличается высоким качеством и с ней легко работать. Беру всегда прозрачную белую, но в этот раз у меня основа была, и я решила немного поэкспериментировать. Взяла кремообразную. Она нужна мне для создания скрабов. Смотрите, она на самом деле не кремовая, она вот такая вот твердая, но при этом пластичная. Если вас интересует, как сделать скрабы сахарные в виде шариков, то ссылочки на видео, в котором я делаю этот скраб, я оставляю внизу в мпбоксе. Обязательно придите и посмотрите. Скрабы именно с кремообразной основой получаются очень классные, мягкие, хорошо ухаживают за кожей. Также в качестве эксперимента я решила взять новую для себя, такую мыльную оливковую основу. Она на 20% состоит из оливкового масла, благодаря чему прекрасно будет ухаживать за сухой кожей и даже подойдет для детской кожи, для какой-то чувствительной. Кстати, смотрите, вся основа и все компоненты для косметики, все ингредиенты были очень хорошо упакованы. Каждая баночка была в отдельном пакетике. Я, честно говоря, долго все это раскрывала. Некоторые пакетики я просто уже разрывала. Следующее, что я заказала, это такое мыло Бельди. Три баночки по 100 грамм. Кстати, с одной я еще не сняла пакетик, чтобы вы посмотрели, как все было хорошо запаковано. Вот в таких маленьких пакетиках был каждый продукт. Значит, что из себя представляет это мыло Бельди, что это вообще такое? Оно сварено на основе оливкового и касторового масла. По консистенции, по текстуре напоминает такое размягченное, видите, сливочное масло, как бы такой гель. Оно не жидкое, но и не густое. В это Бельди я буду добавлять различные полезные компоненты, например, скрабящие частицы, уходовые масла, эфирные масла. И с его помощью можно прекрасно очистить кожу, насыдить ее полезными элементами, также можно умываться с помощью этого Бельди. Кстати, на сайте есть огромное количество рецептов. Если вы еще не готовили косметику ручной работы, можете выбрать для себя любой рецепт, почитать, что туда входит, и изготовить косметику по такому рецепту будет очень легко и просто. И еще на сайте вы можете заказать уже готовую продукцию, то есть они развивают линию готовой косметики. Вы можете выбрать то, что нравится вам. В общем, посмотрите на сайте, там есть такой раздел. Заказала основу, жидкую основу для геля для душа или скраба. Получается здесь 400 грамм. Расфасована она была в 4 баночки по 100 мл. Смотрите, она имеет такую очень желеобразную консистенцию. Благодаря этому разные скрабирующие частички и добавки не будут оседать на дно, они будут как бы в подвешенном состоянии. Также из этой основы можно делать скраб. Я уже практиковала, сделала гель для душа. Мне очень понравилось качество этой основы. Она прекрасно пенится и после смывания вообще абсолютно не сушит кожу. Гель для душа сделать очень легко. Вы добавляете какие-то полезные добавки, эфирные масла, либо это могут быть одушки, добавляете краситель, и у вас получается гель для душа, который изготовлен своими руками. Теперь хочу вам показать очень вкусные ароматы. А на сайте в разделе одушки вы можете найти 4 категории, то есть это парфюмированные мужские одушки, женские, обычные, или вкус ароматизаторы. С них как раз я и хочу начать. Для чего они вообще нужны и что это такое, для тех, кто не знает. Вкус ароматизаторы, в отличие от обычных одушек, можно добавлять в блески для губ, они не будут горчить, они для этого предназначены. Также можно добавлять в кремы, гели, шампуни, какие-то лосьоны, спреи для волос. Я выбрала 4 аромата. Значит, здесь у меня кокос, ванильное мороженое, банан и шоколад. Сейчас я ищу крем, хочу вам очень показать. Вот нашла. Я уже с вот этой вот одушкой, ванильное мороженое, сделала, то есть не крем, а взбитые масла, масло ши и другие масла. Смотрите, здесь объем 5 мл, но этого хватит надолго. Я на 100 грамм крема добавила всего лишь 10 капель, и он просто потрясающе пахнет. Запах именно ванильного мороженого, очень тонкий и нежный. Безумно приятный аромат. Смотрите, вот такое вот у меня получилось взбитое масло. На коже этот аромат усиливается еще больше. Следующий вкус ароматизатора у меня шоколад. Это аромат именно такого, знаете, темного, даже, можно сказать, горького шоколада. Следующий это кокос, тоже очень приятный запах. И еще один аромат, который меня безумно впечатлил, это банан. Тут слышны очень сладкие, вкусные ноты именно спелого банана. Но согласитесь, кому не будет приятно использовать такую одушку в креме для рук, к примеру, мне кажется, это просто замечательная идея. Так, давайте покажу вам. Это уже у меня обычные одушки. Корица свежемолотая, смородиновый морс и Рафаэлла. Эти одушки уже можно добавлять в мыло. Для бальзамов для губ они не подойдут. Итак, смородиновый морс. Аромат тоже мне очень понравился. Это, знаете, запах именно такой вот спелой сладкой смородины, перетертой с сахаром. Одушка корицы свежемолотая имеет характерный такой вот сильный, очень сильный аромат корицы на любителя. Мне понравилось. И Рафаэлла имеет тонкий аромат. Он не сильный, не навязчивый. Вот именно такой, знаете, аромат конфет Рафаэлла. На сайте меня впечатлил огромный выбор женских и мужских парфюмированных одушек. Знаете, их там, наверное, больше ста. Для себя я выбрала 4 таких вот аромата. Также понравилось, что на каждую одушек, ну практически на каждую, есть отзывы. У этих одушек очень классная усиленная концентрация. Для чего я их вообще взяла? Я их буду добавлять не только в косметику и мылоручной работы. Я еще хочу сделать духи своими руками. На самом деле здесь нет ничего тяжелого. Вы можете прямо сейчас поискать рецепты в интернете. И из такого вот объема, сколько у нас здесь? 10 мл. Получится очень много классных, стойких духов. Ароматы вот точь-в-точь, как настоящий. Этот аромат от Lancome La Vie Belle. Очень приятный, такой цветочно-фруктовый запах. Тут слышны ноты черной смородины, груши, жасмина, почули, ванили. И как раз вот для меня на весну, на лето то, что нужно. А второй аромат это Хлоя. Вот я сейчас вдыхаю. Но знаете, вот нотки именно такой свежесрезанной, очень вкусной розы. Плюс тут еще нотки мускуса есть. Тоже приятный аромат, он не резкий. Я специально брала такие запахи, которыми буду пользоваться сама. Следующий аромат от Givenchy Ангелы и Демоны Секрет. Это фруктово-цветочный аромат, тоже такой приятный. Сладковатый здесь. Различные цитрусовые нотки. Лимонная клюква, жасмин, почули. И еще один аромат, четвертый, который я взяла. Честно, я хотела взять бы больше одушек, но пока что только остановилась на этих. Восточно-гурманские нотки. Груша, бергамот, ваниль тоже такой приятный аромат. Из всех этот наиболее такой сладкий. И мне кажется, больше подойдет вот этот вот на вечер. Все остальные это дневные ароматы. В общем, обязательно загляните на эту страничку. Я думаю, что вы там найдете ваш любимый аромат. Для изготовления духов я взяла вот такие вот красивые флакончики. Три цвета, желтые, зеленые и красные. Это такое вот яблочко. Мне этот дизайн приглянулся как-то, знаете, вот наиболее. И я не прогадала. Смотрите, какие они прикольные, качественные. Вот эти вот крышечки тоже очень качественно сделаны. Вот такой вот у них спрей. Вот. Мне кажется, это очень классный подарок для подружек, для знакомых, для коллег по работе. Тем более к 8 марта. Еще я взяла такие вот миниатюрки. Это спрей-пробники для духов. Здесь всего 3 мл. Мне кажется, это удобно. Смотрите, вот так вот они выглядят. Две ктучки. Если вы давно уже собираетесь приготовить какой-то блеск для губ, бальзам, скраб, то сейчас я покажу, что для этого нужно. Вот такие вот ингредиенты я приобрела в этом магазине. Давайте теперь обо всем по порядку. Воск пчелиный от Беллины. Это база для всех помад. Он идет в таких вот гранулах. Также мне понравилось, что расфасован этот воск в такие баночки. Это для меня, по крайней мере, очень удобно. Намного лучше, чем бы он был в пакетах. Имеет очень приятный, такой нежный, тонкий аромат. Следующий воск это Канделильский. Он уже идет не в баночках, а в таком вот соуснике. Выглядит таким вот образом. Имеет приятный желтый медовый цвет. Приятный аромат. Видите, такие вот пластины, которые легко ломаются. Помада придает очень красивый блеск. Так, что я еще приобрела? Это воск пчелиный. Я взяла три пакета. Но из этого воска можно сделать все, что угодно. Различные бальзамы. Также из него можно делать свечи. Воск имеет очень приятный запах. Что еще можно использовать для создания блесков? Как я уже сказала, это может быть или эфирное масло, или такой вкусоароматизатор. Также я приобрела витамин Е. Он просто незаменим в бальзамах для губ. И такой вот зеркальный глянец. Его я хочу использовать в блеске для губ. Он должен придать безумно красивое сияние. Буду тестировать. Потом с вами обязательно поделюсь своим отзывом. А также я взяла такой вот пигмент. Это такая миниатюрная баночка. Но по идее его должно хватить надолго. Тут 2 мл. Я хочу сделать красную помаду или красный блеск для губ. Для этого достаточно всего лишь одна капля. Опять же, когда я его испытаю, обязательно с вами поделюсь отзывом. Там были представлены различные пигменты, различные красивые оттенки. Я выбрала красный под номером 6. Еще я взяла такой вот ланолин. Вот. У меня здесь 25 грамм. Что он вообще делает? Он очень хорошо разглаживает кожу губ и подходит для, знаете, такой сухой и чувствительной кожи. Для бальзама я решила выбрать разноцветный. Мне кажется, это просто замечательная идея. Если наклеить еще сюда какую-то красивую этикетку, бальзам будет выглядеть на 5 с плюсом. Давайте покажу поближе. Работать с ними удобно. Открываем крышечку и вот таким вот образом выдвигается бальзам. Так, еще для жидкого блеска для губ я заказала такие вот тюбики. Они тоже прикольные. Вот смотрите. С таким маленьким наконечником. Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли 7 грамм. Не помню вот точно. Так, что я еще заказала? Такую маленькую баночку для блеска для губ с черной крышечкой. Мне баночка понравилась из пластика. Еще я выбрала такие вот баночки. Правда, я почему-то думала, что они будут без вот этой вот защитной пломбочки. Эти баночки, конечно, больше подойдут для крема, да, для кого-то, потому что они большого объема. Бальзам для губ тут сделать уже не получится. Зачем такое просто большое количество бальзама? Еще я вам покажу шпатель такой для косметики. Ему очень удобно пользоваться. Такую вот штуку взяла, мерную ложечку. Не помню, сколько здесь грамм, но мне кажется, это очень классная идея. Наливаете сюда масло и не нужно возиться с весами. И маленькая лечка, она необходимая для духов. Переходим к следующей категории товаров. Это пудры и скрабы. Вот скажите, кто из вас не любит скраб? Что мы чаще всего используем для создания скраба? Это соль, сахар, кофейные зерна, тонкий помол или крупный помол виноградной косточки. Но сейчас я вам хочу рассказать о многих компонентах, о которых вы, скорее всего, даже не знали. В интернет-магазине Зульфия представлен просто огромный выбор различных скрабов и пудр. И по каждому продукту предоставлено на сайте очень много информации. То есть вы можете выбрать тот скраб, который подает именно для вашей кожи. Я хочу вам показать такую чашечку для создания масок, различных скрабов или чего-то другого. Это вот ложечка в виде шпателя сделана таким образом, что легко ее можно собрать со стенок полностью все компоненты. Без остатка это очень удобно. Эта мисочка стала моей любимицей. Для тех, кто не знает, что такое Уптан. Это паста, такое космическое средство для очищения кожи, лица и тела. Это прекрасная альтернатива различным умывалкам. В состав Уптана в основном входят травы, пудры, глины. И сейчас я вам их покажу. Сейчас мы все с вами откроем, понюхаем и протестируем. Что вообще такое пудра? Это очень-очень тонкий помол, можно сказать, вот прям в пыль. Благодаря чему ее комфортно наносить на лицо. Там не выпадаются каких-то больших элементов, которые будут травмировать кожу больших частиц. Значит вы на сайте выбираете пудру, которая подходит именно для вашего типа кожи. Вы можете выбрать где-то 5 пудр, 6, можете 3, к примеру. И смешиваете все воедино. И потом эту пудру можно разбавить в зависимости от вашего типа кожи, суханой или жирной, водой, каким-то гидролатом, чем еще можно, молоком, йогуртом. В общем, почитайте рецептов, на сайте очень много. Начну я с такой вот замечательной рисовой пудры. Кстати, мне понравилось то, что вся пудра пришла в таких банках. Это очень удобно, они герметичны, но есть одно но. Некоторые банки я просто не могла открыть. Тут были вот такие вот штуки, которые нужно было вот так поддеть и потянуть. Некоторые открылись легко, но некоторые я уже и плоскогубцы использовала, и канцелярский нож еле открыла. Очень долго я промучилась с некоторыми баночками. Итак, значит, пудра рисовая, здесь 50 грамм. Она матирует кожу и очищает. Смотрите, вот так вот выглядит рисовая пудра. По виду она, видите, напоминает муку, но на ощупь она более такая твердая. Чувствуются такие маленькие твердые частички. Следующая пудра это нутовая. Она также хорошо матирует кожу, подойдет для жирной кожи. Эта пудра намного на ощупь тоньше помол у нее, чем у рисовой. Аромата вообще практически никакого не имеет. Следующее, что у нас здесь, это аюрведическая пудра Нима. 25 грамм. Также будет прекрасно очищать кожу, где она открывается. Вот эта вот пудра, насколько мне не заменяет память, имеет очень такой классный аромат сена. Вот именно сена свежескошенной травы. По виду она и на ощупь как глина. На лице вы ощутите свежесть, когда будете использовать эту пудру Нима. Такой приятный холодок. И после, даже после того, как вы смоете эту маску, останется приятный запах вот этой вот свежескошенной травы. Что у нас еще здесь есть? Значит, это пудра мякоти кокоса. Эту пудру можно использовать для очищения кожи головы вместе с какими-то другими маслами. Она будет очень хорошо скрабировать. Тут частички уже чувствуются такие покрупнее. Также у меня есть аюрведическая пудра розы. Она имеет приятный аромат розы. Где она открывается? Хорошо ухаживает за кожей, разглаживает морщинки. Смотрите, какая пошла пыль. Разглаживает морщинки, омолаживает. Я также делала с помощью нее маску. Аромат, опять же, безумно приятный. Советую эту пудру всем.